Всем привет, друзья! Я заранее прошу прощения, если этот ролик окажется очень долгим. Записывается он здесь и сейчас. Это не ролик с извинениями в надежде, что вовозь прокатит. Скорее, это искренний, ни с кем не согласованный крик души. И для меня сейчас это очень важно и очень нужно. В таком формате мы с вами никогда не общались, но я уверена, что на данный момент это единственный способ коммуникации и возможность поделиться какими-то комментариями на тему происходящего. Но прежде чем я коснусь каких-то тем, я хочу вспомнить 2018 год. Это было прекрасное, чудесное время, когда вы называли меня Настюшкой-опасностью, и мы с вами были на короткой ноге. Контент, который я реализовывала, он был очень близок, вследствие чего где-то могло проскальзывать звание народного человека. Настюха, она своя. И какое-то очень родное и теплое принятие со стороны аудитории, о чем говорит количество моих подписчиков. Огромное количество видео с моей стороны юмористических, в котором каждая девчонка находила себя. И в принципе все эти моменты были мне очень близки, потому что я сама родом, многие знают, из поселка, из Ленинградской области. И выросла очень в простой семье. И какие-то повадки, привычки, они сохранились и прошли со мной, переехали со мной в Москву, и дальше трансформировались в моем творчестве, что сыграло мне на руку. Потому что это казалось близко, и благодаря этому житейскому контенту мы нашли с вами общий язык. За что я вам очень сильно благодарна. И дальше я развивалась по карьерной лестнице, что было просто замечательно. И мы росли вместе с вами. И было очень ценно и приятно, когда вы действительно искренне радовались моим победам. И я еще тогда задавалась вопросом, ну как, не то, что задавалась вопросом, но просто анализировала, как это здорово и как это возможно, что человек, который тебя никогда в жизни не видел, он тебя не знает лично, может действительно радоваться искренне твоим успехам. И это дорогого стоит. За что за этот период я вам очень сильно благодарна. И вы знаете, когда я вспомнила 2018 год, я поняла, что прошло нам уже почти пять, а то и шесть лет. И эти шесть лет пролетели, не знаю, как одно мгновение. Это попало, ну как-то я попала в какую-то петлю трудоголизма, что, наверное, неплохо, но с годами я просто анализировала вообще всю суть. И помню, что я очень часто натыкалась на комментарии, Настюха уже не та, вот, где наша Настюшка опасность. Но тогда это ещё были такие маленькие звоночки. И, конечно, как человек, который был в потоке, я не всегда относилась адекватно к критике, а то я её вообще не воспринимала. Не то чтобы даже к критике, я, скорее, не прислушивалась к каким-то комментариям с вашей стороны. И, ну, наверное, имела на это право сложно оценивать. Оценивать, сложно оценивать поступки и решения, которые принимает человек, находящийся в потоке и, по большей части, играющий по законам шоу-бизнеса, медиа и так далее. И я однозначно являюсь карьеристом. Ну да, это сто процентов, можно по мне сказать. И во главе моих целей и идей всегда стояло развитие. И на пути к достижению своих целей я не всегда, ну, скажем так, анализировала те иные действия, направленные во имя достижения этих целей или какие-то последствия. Или, может быть, та связь, нить, которая была между нами всегда, она, безусловно, истончалась, стиралась, потому что появлялись какие-то возможности, которые транслировались в интернете, и я ими очень гордилась. Опять-таки же, наверное, это нормально для человека, у которого раньше ничего подобного не было. И вот представляете, когда мы жили на 50 рублей, у тебя есть возможность купить себе классную тачку или, не знаю, какую-нибудь недвижимость и так далее. Чем отчасти я очень горжусь, потому что для своей семьи я, в принципе, являюсь главой семьи, отцом, мужем, как угодно. И это накладывает свой отпечаток и накладывает определённую ответственность, когда ради близких и родных тебе хочется работать больше и достигать больших высот, чтобы вы вообще никогда ни о чём не переживали. Но это всё лирика на самом деле. В погоне за какими-то благами, за регалиями, за звёздочками, за достижениями, за должностями, действительно может стираться и стёрлась какая-то грань душевной составляющей какого-то единения, которое у меня было всегда с аудиторией. И поскольку у меня было сейчас время проанализировать многие вещи, и, как вы видите, копнула я довольно глубоко, я действительно понимаю, что с годами у нас эта с вами связь терялась. И то, что сейчас произошло, если опять-таки же убрать всю лирику, наверное, оно справедливо в отношении меня. И я хочу сейчас судить это всё с человеческой точки зрения. Если мы вернёмся в 2023 год и убрать вот эти все работоспособные свои штукенции, в которых я тонула с головой, не оценивая ситуацию вокруг, а вообще в ваших комментариях взглядов, мнений, а их было уже очень много, о том, что Настя уже не та, где наша Настюшка опасность, а мне казалось, что я здесь, я с вами, мы с вами на одной волне, и ничего не изменилось. Но в потоке крайне сложно сделать правильные выводы. Но на самом деле изменилось очень много всего. Я изменилась, вы изменились, и просто не было этого правильного переходного момента, который бы позволил расставить все точки над «и». Поэтому хотелось жить как будто бы в той реалии и ещё и обижаться на вас сверху, мол, ничего вы не понимаете. Но со стороны виднее, я так считаю. И ситуация, которая произошла сейчас, она дала мне возможность смоделировать последние полгода моего вообще существования в медиа. И я хочу признать вам, в первую очередь и только вам, что действительно мой контент был не самым качественным вообще с точки зрения позиционирования меня как взрослого человека. Мне 32 года, почти 33. Я не скажу, что он плохой, просто он был, он скорее всего был не от души, а для возможности закрыть больше и больше и больше кейсов, больше заработать, больше успеть, обязательно быть, существовать во всех медиа-ресурсах, на всех платформах, на всех площадках. Это уже просто гонка за каким-то бесчисленным, бесконечным количеством побед. Но зрителю не обманешь. И в этом действительно было очень мало души. Это правда. И оборачиваясь назад, я могу сказать, что тот контент, который я реализовывала, я сейчас говорю про шоу, программы, про какие-то другие материалы, опубликованные в различных соцсетях, они по факту не отражают Настю Явлееву настоящую. А кто Настя Явлеева настоящая, я, честно говоря, сейчас и сама не знаю. И в погоне за всеми этими бонусами случилось то, что случилось. И если бы действительно то мероприятие, которое прошло и называлось «Голой вечеринкой», прошло в закрытом формате, то это совершенно другой разговор. Но то, что это всё вышло за рамки наших телефонов, неважно, там, по чьей вине, это многому говорит, это должно было случиться. Потому что то поведение, которое транслировалось мной, я понимаю вашу злость, вашу агрессию, это неприемлемо. И если бы я на себя посмотрела со стороны вашими глазами настолько, насколько я смогла, я бы тоже не узнала эту девчонку, которая ещё недавно была Настюшкой опасностью, а сейчас в такое непростое время, время сложное. Да и неважно просто, какое время, просто в ваших глазах, когда мы с вами были на одной волне, я действительно выгляжу человеком, летевшим с катушек, который потерял связь с реальностью. И как будто бы между нами нет ничего общего. И если честно, это моё главное переживание. И я благодарна этой ситуации, которая произошла, потому что это дало мне понять, насколько я была оторвана от реальности в погоне за какими-то своими достижениями и желаниями. И знаете, ещё такой момент. Вот мне очень многие пишут, Настя, когда ты родишь детей, выйдешь замуж и так далее, что, конечно, заставляет меня как-то довольно агрессивно на это реагировать, но опять-таки же я анализировала этот момент с какой стороны. Вот когда мне пишут комментарии, ну, твой контент, это, наверное, не самое приятное для детей, которые его смотрят. А я всегда говорила, ваши дети, ваше воспитание, вы сами должны решать, что им смотреть и так далее. Но это в том числе было частично лукавство с моей стороны, потому что мы живём в рамках интернета, во времена интернета. И действительно, такие лидеры мнений, которым я была, мы имеем влияние на неокрепшие умы, да и вообще на всех, и на взрослых, и на малышей. И к этим вещам тоже надо прислушиваться, и надо грамотно взрослеть, надо грамотно перестраивать свой контент. Идти в ногу со временем и с мозгами, которые с возрастом должны появляться. Да и они есть. Просто, видимо, я не успевала ими воспользоваться в нужном ключе и просто прислушаться к каким-то вещам. И опять-таки же, моя реакция, может быть, была ещё спровоцирована тем, что у меня тоже есть семья, но моя семья — это моя мама, мои родственники, моя собака. Я не могу судить о семье с точки зрения женщины замужней или женщины, которые имеют детей. Поэтому не могу понять в полной мере всю ответственность и переживание, которое вы испытываете, переживая за ваших малышей. Это тоже моё упущение. Потому что нужно быть внимательным, нужно быть открытым. И особенно, когда ты имеешь аудиторию 18 миллионов человек и так далее. Простите. И я считаю, что эта ситуация, она должна была, наверное, быть, чтобы кармически, да и вообще по всем фронтам поставить меня на место, вернуть в реальность. И, простите, забыла, я не закончила мысль по поводу детей, что... А, ну да, что я... Нет, я её закончила. В общем, мне... Мне очень жаль, что так произошло. Поверьте, конечно, я себя тоже жалею. Но вот сегодняшний вечер абсолютно дал... Сегодняшний вечер, который я провела в размышлениях, дал мне понять, что такое должно было случиться. Потому что, когда ты не контролируешь многие вещи в своей жизни и не прислушиваешься к аудитории, просто отлетаешь, действительно отлетаешь по всем фронтам, это должно было быть наказуемо даже с точки зрения просто кармы какого-то судьбоносного стечения обстоятельств, которое произошло. Потому что, естественно, со своей стороны это не было специально. Или если бы я могла предугадать все вытекающие, безусловно, я бы просто никогда бы не сделала то, что произошло. И с моей стороны было совершенно некрасиво. Просто это было неправильно. Всё то, что происходило, это было неправильно. Да, я хотела презентовать свой арт-проект, я так его называю. Но это можно было сделать более гуманно, более в ногу со временем, с учётом нынешнего положения. Просто это можно было сделать по-другому. Но, видимо, это случилось так, как случилось, чтобы я поняла какие-то очень важные вещи в своей жизни и оказалась на самом дне. Я приношу глубочайшие извинения артистам. Мне больно осознавать, что все попали под общую гребёнку. И происходят отмены, происходит расторжение. И чувствовать себя человеком, который в единственном экземпляре несёт за эту ответственность, очень сложно. И я меньше всего хочу делать какие-то фальшивые движения со своей стороны, чтобы выглядеть в глазах общественности достойно. Я думаю, что любое моё действие сейчас предпринятое наспех не будет расцениваться как искренне.